всем привет я гелла и сегодня хочу показать вам наволочки как я вязала затем как я их сшивала собирала полностью наволочки для подушек буду вязать крючком в технике бабушкин квадрат я уже показывала подробный мастер-класс как вязать бабушкин квадрат но тем не менее покажу еще раз вот берем пряжу вот так вот я делаю узелок обычно начинаю вот и вижу первую косичку из воздушных петель вот две воздушные петельки этого 3 петли это косичка она будет как будто первый столбик вот сейчас вяжем второй столбик с накидом вот видите двоих теперь 3 вытянули провязали с накидом и дверь вместе и таким образом нам нужно чтобы в этом колечке было 12 столбиков с накид вытянули петельку провязали вместе и 2 вместе и таким образом вяжем 12 штук дальше вот этот узелок я вот так вот затягиваю так и теперь в самую первую горизонтальную вот эту петельку таким образом соединительную как бы петлю а затем завязываем узелочек и вот ту ниточку которая от центра тоже подхватываем туда же вот этот узелок и вот такой элементе у нас получается вот такой кружочек и два хвостика вот можно сразу там сколько-то навязать таких кружочков ну то есть поэтапно делать да можно сразу сначала квадратик связать целый потом дальше опять опять что я вот для примера вам показала как можно поэтапно тоже делать дальше берем пряжу другого цвета и где-то между столбиков вытягиваем вот так вот петельку дальше я делаю первую петлю или из двух или из хвостика смотря какая пряжа там по ситуации смотрю вот и вот эти хвостики придерживаю их мы тоже будем ввязывать и туда же откуда мы сделали вот эту косичку вяжем еще два столбика с накидом и вот 2 вытянули провязали с накидом и 2 вместе вот мысли у нас три после трех делаем воздушную петлю и опять туда же вяжем 3 столбика с накидом воздушная петля нам нужно для того чтобы сформировать уголок все это мы вяжем то есть 6 столбиков с накидом у нас из одной вот этой вот дырочки все в одну дырочку ответьте вот таким образом из этой вот воздушной петли между тремя столбиками у нас получается как бы такой уголок формируется теперь пропускаем три голубеньких столбика и в дырочку между третьим и четвертым опять вяжем 3 столбика с накидом вот первый вот второй туда же в ту же дырочку видите что она делает лезет прям в ту же дырочку и дальше опять вяжем воздушную петлю вот раз связали воздушную петлю и опять в ту же дырочку вяжем 3 столбика с накидом и вот эта воздушная петля она как бы сразу формирует нам уголок видно да таким образом мы связали 2 уголок вот вот эти все таким образом вяжем 3 уголок и 4 через три столбика у нас же 12 вот трижды 4 12 вот 4 уголка второй столбик третий столбик с накидом по и теперь воздушную петлю для уголка и опять в туда же вяжем 3 столбика с накидом таким образом мы будем оформлять уголки и в следующих рядах видите третий уголок связали меня есть подробный мастер-класс даже вот здесь как бы верх ногами у вас идет изображение да там я ставила даже камеру прямо чтобы вам было удобно так что посмотрите у меня есть плейлист вязание там вы найдете вот ну например там я не знаю когда я вижу на пляже видео есть там я показываю прямую съемку и может быть вам будет кому-то так удобно кому-то так тем временем мы связали вот так вот все четыре уголочка и дальше делаем опять вот в эту первую горизонтальную петельку вот сюда вот просто вот такое соединение вот раз и сразу продели да вот соединили теперь нам надо вот так вот вытянуть еще одну петельку не завязать узелок все этот цвет у нас тоже закончился и мы связали второй ряд точно так же вяжем третий ряд но третий ряд у нас просто уже в промежутках между уголками видите добавляется как бы еще одно звено из трех столбиков вот таким образом наращивается бабушкин квадрат увеличивается воздушную петлю я нигде не делаю только в уголках то есть между ними там как-то нигде не делаю воздушные петельки мне не хочется много дырочек поэтому я делаю по одной воздушной петли в уголке и все вот видите таким образом мы связали квадратики вот они из двух рядов всего лишь до 1 круг кружочек и дальше уголочки теперь берем новый цвет и вяжем 3 вот можно прям между этих уголков войти и точно так же вот можно сначала с двух не так а затем вот мы закрепили вот эта косичка а дальше можно на уголочек сразу перейти и начать вязать уголки а вот это вот первая косичка она у нас будет как бы последним столбиком вот последнего этого звена так что ее пока оставим и точно так же вяжем уголочек воздушную петлю и опять туда же 3 столбика с накидом вот у нас уголочек готов теперь просто звено из трех столбиков вот в промежутках между уголков без всяких воздушных петель без всего сразу вяжем если хотите более ажурно то между ними можно делать воздушные петельки вот и также без всяких воздушных переходим на уголочек вяжем второй уголок дальше опять звено и вот таким же образом продолжаем обвязывать квадратик то есть соответственно в следующем ряду у нас вот этих промежуточных между уголков звеньев уже будет 2 и так далее дальше 3 смотря какой квадратик вы хотите величиной я эти квадратики даже не меряло девчонки размеры все это зависит от того какая у вас пряжа какой крючок там тонкий толстый да я из толстенькой пряжи где-то двойную ниточку делаю уже просто делала знаете по по мере вязание там какая у меня есть пряжа чтобы все более-менее одинаковые где-то делала двойную ниточку дальше после того как мы связали мотивы обвяжи обвязываем их каким-то фоном например вот я покажу варианты два фона чтобы вам было видно белые темные вот это на самом деле не белая пряжа а голубая такая бледно-бледно-бледно голубая а вот это вот не черная темно-темно-темно-синяя ну так получилось я же говорю я всегда вижу и шью собственно из того что есть вот у меня есть такое вот теперь после того как мы связали все эти мотивы нам нужно собрать их в полотно вот первый ряд я уже провязала там сейчас 2 покажу как я это делаю вот дырочки в квадратиках прямо в эту первую дырочку я вот так вот вытяну сейчас ниточку вот она первого прям с двойной ниткой сделала на дальше буду уже просто в каждую вот смотрите петельку оттуда и петельку от этого квадрата вот так вот подхватываю и провязываю вот эти вытянула и 2 вместе опять взяла оттуда отсюда вытянула и 2 вместе и таким образом продал соединяю полностью все квадратики по горизонтали а потом по вертикали на самом деле это не единственный способ соединять можно в общем разные есть способы соединения я соединяю вот так я вам показ как я соединяю все дошла до дырочек опять прям в эту дырочку провязала взяла следующий квадратик и в следующую дырочку вот тоже вот эта пара 3 и все ничего не выдумывая вот так вот раз и все и получается красивенькое соединение и пластичная то есть она тоже как бы тянется также как эти квадратики и выглядит красивенько заборчик вот такой да я говорю вплоть до того что даже и сшивают и сшивать можно можно и немножко другим способом разные способы соединения есть я вам показываю вот как я делаю все когда мы соединили все квадратики вот такие флажочки теперь точно так же соединяем по вертикали хвостики вот эти ниточки сразу прячем в вязание для тех у кого есть иглопробивная машина можно эти хвостики все до пройтись этой машинкой как бы прибить привалять как это сказать к полотну аккуратненько в общем тело кто этим занимается они понимают или иглы есть станочки такие ручные с иголками вот а можно просто крыль взять крючок поменьше размером и попрятать все эти ниточки на обратной стороне там в петельке я прибиваю у меня ровное полотно получается но раньше не было я просто прятала их в петельке вот на изнанке имею ввиду так все тем временем в общем довязала когда я до конца дальше я решила обвязать полностью вот это полотно я решила обвязать такими полустолбиками с накидом то есть я делаю накид но провязываю не сначала вот с накидом петлю а потом 2 вместе а сразу их провязываю вот ведь вот накид вытянула и сразу все вместе провязала 3 там получается то есть две петли накид видите вот это полустолбик с накидом я решила такое сделать чтобы толстенько было и выглядело тоже вот как вот этот соединительная тесемочка оранжевая вот и сделала по контуру так на уголках точно так же я только по одной вот один полустолбик воздушная петля и туда же один полустолбик все воздушные петельки только в уголках тела и дальше поехали на другую сторону вот таким образом я обвязала все полотно по контуру и тут тоже разумеется есть варианты можно обвязывать как только вы хотите я показываю как вот я делала эти наволочки и после того как я обвязала по контуру я прошлась точно так же еще ряд белой пряжи ну вот этой бледно-голубой кстати здесь вот она как белая выглядит на видео на самом деле она такая бледненькая голубая вот хотя да можно и белый назвать я уже сама не понимаю вот дальше вы знаете я как-то пропустила момент я взяла от старой просто не ткань и вы видите да вот здесь она изнаночной стороной вот вам видно да я просто по периметру пристрочила вот эту вот это вязаная полотно и теперь чтобы вот это все не поросилась я просто за центры вот таким образом буквально одним стежком нитки ирис здесь можно прям той же пряжей я пришила по этим центром к этой простыни все полотно чтобы она не просилась ровненько сидела себя понимаете вот то есть такая наволочка она просто вечная будет она и не тянется не будет тянуться то и дело там вытягиваться растягиваться да то есть капитально все это будет сидеть на месте разумеется вот на этом этапе можно пуговки например в центр понаставить какие-то маленькие пуговки да тоже красиво будет в рукоделии вообще в рукодельных вещах вот маленькие всякие пуговичный декор выглядит очень мило очень так это винтажности такой милашности добавляет вот но можно и вот так вот оставить только вязание да вот видите просто я вот таким образом и сейчас чего здесь по квадратикам прихвачу да по соединению все девчонки вот таким образом мы заготовили лицевую часть будущей подушки ответе она у нас как будто простега на вот этими вот а дальше все как обычно как вот я вам показывала как я наволочки собираю я опять оставлю швы снаружи и сейчас покажу как я их обработала для тех кто не знает как мы делаем кромки на лоскутных одеяла все точно так же вот нижняя часть например края вот так вот просто застрочила и вот верхняя часть вот этот нахлёст 10-15 сантиметров оставьте смотря что у вас есть все дальше осколола и прострочила просто вот на машинке пристрочила вот это вот вот эти вот видите части пристрочила по периметру а дальше я уже вот поспешила забыла ну вы знаете да как мы кромки делаем 5-6 сантиметров какую найдете полосочку ну 5 сантиметров пусть будет в длину вернее ширину вот и я ее складываю вдоль и пристрочила к по периметру опять же ко всей к этой наволочке в общем девчонки если не знаете посмотрите одеяло вот для чайников для новичков там как она называется не помню например из последнего там я подробно показываю как эту кромку но просто пристрочила по периметру с лицевой стороны дальше повернула наизнанку и вручную подшила все это и вот такая аккуратненькая кромочка получается и вот такая пресс прелестно у меня получилось и девчонки вот посмотрите сейчас я наделала подушку а дальше посмотрите как это выглядит на черном фоне и на белом фоне я решила сделать две два варианта чтобы вам было видно чтобы вы для себя может быть если вы захотите и сможете определиться какой бы вам хотелось фон сделать для своих квадратиков то посмотрите как это визуально выглядит вот видите вот такая прелесть такая мягенькая няшная подушечка получилось подушка у меня получилось сорок девять сантиметров наволочка вот это вот видите какая милашка но прелесть прелестно прочненькая крепенькая хорошая наволочка и форма будет держать мне нравится можно конечно делать наволочки просто вот вязаная например тоже прелесть прелестная ну вот у меня в данном случае вот такая и мне нравится такой вариант она крепкая такая капитальная получается как бы ну как сказать это вот вязаная полотно вот я на черном варианте показываю вам да как я вручную потом про подшиваю вот эту кромочку просто полоску вдоль сложили пристрочили по лицевой и по изнанке потом вручную пришили и вот такая наволочка у нас прелестная получается и вот вы видите как эти квадратики на черном фоне выглядят например точно тот же цвет даже взяла вот эти вот соединительные да вот эти желтые с оранжевым там двойная нитка ну чтобы вы видели визуально и кромочку сделала из той же ткани но чтобы вы видели визуально вот отличие да как они отличаются какой вам больше понравится кстати напишите какой фон вам больше нравится вот этот вот видите здесь черная выглядит на самом деле она темно-темно но практически до чертно судили темно-темно синяя пряжа это вот а здесь выглядит но вот эта подушечка она чуть-чуть поменьше чем то то есть наволочка видите большего то для этой подушки слегка ну тоже хорошо все просто чтобы вы понимали наволочки у меня получились 49 сантиметров 49 49 и 5 там как-то так вот эти две подушки вот таких ну прелесть мне так нравится мне нравится и та и другая на черном фоне любые краски выглядят прям ярко насыщенно как драгоценные камушки на светлом фоне на белом данном случае да так выглядит тоже как-то так хорошо но как-то так винтажный когда как-то по летнему там я не знаю нарядненько на черном так более как я даже не знаю в общем это на вкус каждого я решила показать вам два варианта чтобы вы для себя ну чтобы вам может будет попроще так принять решение какую связать лучше какая вам больше понравится напишите какая лучше больше нравится абсолютно одинаковые квадратики вот абсолютно одинаковое полностью вязание кромочка и как это смотрится на темном и на светлом фоне а это шитью это в предыдущих видео это мы постепенно буду наращивать вот гексагончики эти вот такое видео мне сегодня для вас смотрите какая прелесть прелестно чудесные такие крепенькие хорошенькие наволочки получились ну и разумеется из таких квадратиков можно вязать все что угодно если вам интересно посмотрите меня в плейлисте вязание другие мастер-классы другие изделия ну а на этом мои дорогие я с вами прощаюсь хочу сказать вам огромнейшее спасибо за вашу любовь за ваше внимание за то что вы меня смотрите не забывайте подписываться на канал если вы еще не подписаны и также на всякий случай рекомендую подписаться на яндекс зен вконтакте в одноклассники вот ссылочки все я оставлю под видео ну собственно говоря можно просто в поиске написать гела чара и вы всегда меня найдете спасибо вам большое мои дорогие а это я показываю сшитые наволочки мастер-классы у меня тоже по ним есть на канале плейлисте подушки вы найдете мастер-классы по таким наволочкам но на этом я с вами прощаюсь мои дорогие спасибо вам большое желаю всем вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения и конечно же мирного чистого солнечного неба все-таки весна на дворе всего вам доброго пока пока ловите мои обнимашки всем всем всем